Итак, когда человек духовно развит, то он находится в большой семье. Два последних самых лучших вида дружбы, когда мы вместе идём куда-то, и когда мы видим чистоту друг друга, и поэтому вместе. Этот вид дружбы всегда есть у тех, кто занимает серьёзно самосовершенствованием. Те же, кто не занимаются самосовершенствованием, для них доступны только два первых вида дружбы и влюблённость ещё плюс, которая даёт самые сильные чувства. У людей, которые не занимаются самосознанием, самое сильное чувство приходит из-за привязанности характеров. Влюблённость может быть половая, то есть можно влюбить друг друга половым способом. Влюблённость может быть основана на единстве характеров двух мужчин, допустим, или двух женщин. Это называется дружба. Это тоже влюблённость. Но эти отношения, в данном случае влюблённости, не являются стойкими также, потому что в них очень сильно входит эгоизм. Когда люди влюблены друг в друга, это означает, что они ждут друг от друга очень сильно счастья. Это ожидание счастья от другого человека называется эгоизм. Видите, первая больная фраза. Это и есть эгоизм. Женщина по-женски хочет счастья от мужчин, требует у него. Мужчина по-мужски. Но это и есть самый главный враг человеческой жизни — эгоизм. Желать счастья, ждать счастья от близкого человека. Потому что любовь означает заставлять себя служить близкому человеку, несмотря на то, что счастья от него не хватает. Это уже называется любовь. Это труднодостижимая вещь. Всегда и в наше время, и в былые времена. Итак, вторая причина, почему человек, который занимает самосовершенство, не бывает одиноким, потому что с помощью духовной жизни он разрушает свое одиночество. Он создает семью. То есть он преодолевает гору, препятствия, которые стоят перед ним. То есть он может изжить проблему в своем сердце с помощью работы над собой, контакта со светом, тьма, сердце разрушается. Означает, что человек входит в естественный ход событий жизни. Есть четыре естественных хода жизни событий. Четыре. Естественные. Послушайте меня внимательно об этом. Когда человек учится просто, ему не нужна семья. Обычно это юноши и девушки. Они учатся жизни, и им рано еще жениться. Этот уклад жизни называется ученичеством. В это время человек не думает о семье, ему не нужна семья. Но в это время он также не должен заниматься сексом, чтобы не разрушать свою чистоту. Второй уклад жизни — это уклад жизни семейной, когда человек должен жениться или выйти замуж. Вот теперь смотрите, человек хочет выйти замуж или жениться, но не может. Видите, это уже неестественное состояние. Правда ведь? Неестественное состояние. Он хочет сменить уклад, но не может. Вот в это время человек не должен хотеть и ждать. Он должен возвращаться в ученичество. Он должен совершать аскезу с целью очиститься для того, чтобы сменить уклад жизни. Третий уклад жизни естественный — это отречение. Человек естественным образом уходит в монастырь, если он духовно развивается очень сильно. В наше время даже не стоит это обсуждать, потому что это всегда вызывает очень неприятные чувства. Это означает, что два человека, у меня есть знакомые, муж и жена, развились духовно. Он отрекся от мира, и она отреклась от мира. И они стали наставниками для всех. И они счастливы, у них хорошие отношения друг с другом остались. Но на духовной платформе уже. Бывает, что люди даже не расходятся. Они вместе становятся наставниками и живут вместе, но их стандарты жизни выше. У них очень высокий уровень отношений, духовные отношения. Нематериальные. Такое тоже бывает. Это называется следующий уклад жизни, третий — отречение. Есть еще четвертый уклад. Это монашеская жизнь. То есть, когда человек не просто отрекается от личного счастья какого-то, живет для других людей, а он ограничивает свою свободу в жизни. То есть, он уходит от мира. Отрекается от мира уже. Понимаете? Мирской жизнью не живет. Если человек неестественно входит в эти форматы, допустим, человек не хочет учиться, но учится, он страдает. Если человек хочет жениться, но не может жениться, он страдает. Если человек не хочет жить семейной жизнью, но живет семейной жизнью, он страдает. Если человек должен отречься уже от мира, но он не может отречься, он страдает. Если человек отрекается искусственно, ему не надо отрекаться, но ему просто его бросили. Он стал отречённым, потому что его бросили. Он страдает. И так далее. Видите, страдание означает неестественная форма существования человека. Потому что, естественно, человек может быть отречённым. Естественно, человек может быть женатым. Естественно, он может ещё не дойти до того, чтобы жениться. И это всё приносит счастье. Но вот когда человек просто хочет вот так вот как-то жить, но не может, это приносит страдания. Причина того, что он не может так жить, только одна. Это тяжёлая игру судьбы. Это означает, что я не сдал или не сдала свои экзамены в жизни, чтобы получить семью. Нет других причин. Даже девушки на колясках выходят замуж. А девушки красивые и симпатичные могут не выйти замуж. То есть здесь нет прямой логики. Конечно, девушка симпатичная вроде бы должна быстрее выйти замуж, чем девушка на коляске, потому что у ней больше возможностей. Но эти возможности в наше время не срабатывают. По какой причине, как вы думаете? По двум причинам. Первая причина. Люди живут в основном безнравственной жизнью. И от этого готовых мужчин для семейной жизни и готовых женщин для семейной жизни не хватает. Это ещё хороший вариант, понимаете, в нашем обществе. Потому что в другом обществе, более безнравственном, появляется ещё один пласт проблемы. Этот пласт означает, что хватает уже людей для того, чтобы создавать безнравственную семью. Не то, что не хватает силы создать нормальную семью, а уже хватает глупости, чтобы её создать ненормально. Вы понимаете, да, о чём я говорю? Мальчики с мальчиками, девочки с девочкой. Или мужчина с ребёнком и так далее. Или человек с животным. Такое тоже уже есть. Безумию нет предела. Но это уже следующий виток. Он ещё пока в нашу страну не сильно захватил. Следующий виток деградации общества. Называется виток деградации общества. Когда люди не могут, просто не могут жить с противоположным полом. У них нет возможности. Понимаете, такое возможно. Представляете, это страшно. Есть две причины, которые не дают возможность создать семью. Первая причина. Я могу встретиться с человеком, но жить вместе не могу. Потому что не тех попадаются всё время. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздной суете и постоянной ните. Но это значит, что девушка красивая, да, она привлекает человека внимание. Но в сердце у неё силы принять свою судьбу не хватает. У неё нет возможности с кем-то жить внутренне, потому что не хватает силы. Не она верит, что она встретит в себе хорошего человека, не понимая, что с точки зрения личной жизни хороших людей нет. Видите, я сказал фразу, она может в шок сейчас привести. Кто-то может, это, Олег Геннадьевич, я не согласен. Я согласен, что такое, как бы, моё высказание очень имеет такую серьёзную форму. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда включаются отношения, желания счастья от близкого человека, в этом отношении включаются сильные желания. И эти сильные желания рождают очень сильный взрыв эгоизма в сердце человека. В древней культуре этот взрыв эгоизма контролировался старшими. Людям объяснялось, что так себя вести с близким человеком нельзя. Понимаете? То есть, женский эгоизм контролировался, как надо женщинам себя вести. Потому что женский эгоизм взрывается определённым образом. Как женский эгоизм взрывается? В виде обидчивости и претензий к мужчине. И поэтому женщинам говорили старшие, ты не имеешь права на него обижаться. И говорили с ним грубо и претензионно. Ты должна его очень уважать и терпеть. Всё, что с ним, он тебе даёт жизнь. И она так себя вела, и ей было легче с ним жить. Как ни странно. Хотя с первого взгляда кажется, что будет ещё хуже. Но если сейчас кто-то скажет современной женщине, не возражай и совсем соглашайся, не проявляй эмоции чрезмерных, то это всё равно, что заставить ребёнка поднимать штангу. У нас нет такой возможности, у женщин современных нет такой возможности не возражать мужчинам и не проявлять чрезмерные эмоции. Невозможно. У них не хватает возможности внутри, нет нечего давать такие советы. Это не работает, не помогает. Или у мужчин были советы мужчинам, старшие мужчине говорили. «Всегда оставайся спокоен рядом с женщиной и невозмутим. Что бы она ни делала и ни вытворяла, как будто всё происходит нормально. Больших проблем нет. Как бы она себя не вела эмоционально, не реагирую это истерично. Относись к этому спокойно, не обращай внимания». Совет не востребован в современной культуре. Что невозможно мужчине не обращать внимания современным. У него не хватает сил. Самая главная и первая ошибка тех, кто хочет создать семью, самая главная и первая ошибка, это недооценка строительного материала. То есть мы хотим строить дом и как бы уверены, что его можно делать 9 этажей, всё, как бы он не развалится, но кирпичи плохого качества, понимаете? И дом из-за того, что кирпичи плохого качества, он почему-то начинает трескаться, ломаться. Мы думаем, наверное, не повезло, может строители плохие. Кирпичи такие, что с ними много не построишь. Понимаете, в современном обществе нравственному образованию уделяется очень мало времени, внимания и сил. У нас даже опыта сейчас нет нравственно образовывать людей. Смотрите, есть очень серьёзное противоречие. Нравственное образование в основном даётся внутри религиозной формации. А внутри религиозной формации серьёзно находится небольшая горстка людей в обществе. Внутри религиозных формаций находится мало людей. Но именно там им дают нравственное воспитание. Но понимаете, нравственное воспитание — это воспитание, которое ниже религиозного. И его надо давать всем людям, независимо от веры. И именно так должны делать религиозные люди, религиозно настроенные. Они должны вовлекать свой формат религиозных людей. А просто давать всем вокруг нравственного воспитания, потому что именно верующие люди обладают этим знанием. Но сейчас такого воспитания нет, межрелигиозного. Нравственного воспитания не существует. Потому что если оно и есть, то оно всегда внутри какой-то одной веры происходит. Это тоже хорошо. Это даже лучше. Но общество в целом не охватывается таким образованием. Поэтому люди нравственно не воспитаны в основном. Они не знают, как себя вести друг с другом. Психология в этом плане не поможет. Знаете почему? Потому что психология и нравственное развитие человека — это противоположные вещи. Психология учит приспосабливаться друг к другу, а нравственность учит терпеть. А терпеть можно только с молитвой. Невозможно просто терпеть. Даже если психология говорит «терпи и прощай», это не работает. Потому что вы терпите и простите без Бога невозможно человеку. Невозможно. Поэтому даже на уровне нравственного воспитания люди должны знать, что есть Бог, что нужно как-то учиться молиться, даже если ты не имеешь какой-то веры конкретной. Она пришла тоже на лекцию. Нормально. Не обращайте внимания. Когда атмосфера хорошая, животные приходят обычно. У нас на фестивале «Благость» тоже. Или собачка заводится, или кошка там между ногами бегает постоянно. Ее оттуда выносят, она опять лезет. Тема знакомая. Итак. Первая причина заключается в том, что Бог нам дает людей. Но мы не можем вытерпеть ситуацию. Мы не можем жить с тем, кто кого нам Бог дал. И есть здесь два варианта. Первый вариант. Чуть-чуть дистанцироваться и в молитве, в работе над собой принять человека постепенно, с годами. И второй вариант. Посчитать, что я ошиблась, что мне не повезло, мне подходит лучший человек, другой. И искать другого. Этот вариант безнадежный. Все люди, которые выбирают вот этот путь, искать другого, все они обречены на одиночество. Причем у Бога нет много вариантов. Понимаете, он может только несколько раз нам кого-то давать. Он не может бесконечно нам давать новых. Как определить, что Бог дал человека? Вы встретились с человеком, начали отношения, разлучиться не можете. Вот трудно разорвать отношения. Значит, Бог дал этого человека. Вот это и есть критерий. А почему у Олег Геннадьевич такого ужасного? Потому что вот такая у нас судьба. Там живут несчастные люди, коллеги. Лежу ужасные, добрые внутри. Итак, я сейчас поднял сложный вопрос. Кто-то тяжело дышит. Поднимайте руки именно по этой теме. Да, пожалуйста, я Вас слушаю. А он не с собой? Нет, нельзя. Сейчас принесут микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хочу рассказать, ситуация, то, что я начинаю с отношениями, он не связан с человеком, хоть бы он мужчина хороший, да, вот, и все мне нравится. Но потом у меня появляется раздражение. Вот на данный момент у меня есть мужчина, который там ухаживает, мы познакомились с моих святых источников. Вроде бы тоже все хорошо. Мне нравится, но я чувствую, что у меня с ним раздражение начинает. Как он что-то делает, что-то не так. Поднимите руку у женщин, у которых не начинается раздражение, у мужчины, когда они общаются с ним. А у кого начинается? Поднимите руку. Вот если у вас раздражение не начинается, будьте осторожны. Это значит, что он начнет над вами издеваться. Или как бы будет... Если раздражение начинается, вот смотрите, если раздражение к мужчине начинается, значит, его эгоизм будет контролироваться. Если у вас к мужчине раздражение не начинается, значит, его эгоизм будет расти. И он будет постепенно, как бы, становится все круче и круче рядом с вами. Спасибо вам. Вы подтвердили, да? У меня жена иногда говорит, ну как я вообще с тобой живу? Она говорит, я не могу тебя терпеть. Я такая спокойная, нежная, мягкая. Она такая, ну как я. Почему у тебя не лекционный зал здесь? Ты же дома. Веди себя спокойнее. Я веду себя спокойнее. Она говорит, еще спокойнее. Твои недостаточно. И так далее. Это бесконечная тема. Сколько бы я спокойно себя не вел, все равно нужно еще спокойнее. Почему? Женщины, как вы думаете? Да, так работает женский эгоизм. Женский эгоизм, он очень чувствительный, ранимый природу имеет. Он ищет гармонии. И считает, что это не эгоизм, а есть святость. Женский эгоизм себя считает святым. Он ищет гармонии, чистоты, нежности по отношению к себе. И контролирует ситуацию. Он говорит, этот человек меня раздражает. Он не создает гармонию, чистоту и нежность в отношениях со мной. Когда женщина встречает мужчину, включается ее эгоизм. Ее эгоизм приводит ее к очень чувствительному состоянию. Она становится очень ранимой, женщина. И она начинает мучить мужчину своей ранимостью. Так действует женский эгоизм. С помощью знания можно победить иллюзию. Иллюзия в чем заключается? В том, что человек мне не подходит. В этом иллюзия. Люди часто думают, что этот мир соткан так же, как мягкий пусушистый кролик. Такой мягкий, пушистый этот мир. И я просто не попала туда, куда надо. Надо найти место, где кролики находятся. Понимаете? И там уже жить, в этом мягком, пушистом пространстве. Это иллюзия. Здесь нет в этом мире кроликов. Все, в общем-то, все мягкие и пушистые, пока сидят на лекции. Он домой приходит, становится немножко другими. Итак, смотрите, проблема не в том, что он вам не подходит. Проблема не в том, что вы не сможете создать семью никогда. Есть только две проблемы. Первая проблема. Вы не знаете, что такое служить человеку. Надо терпеть его и заботиться о нем. Это две формы любви. Больше нет никаких форм любви. Терпеть и заботиться. Терпеть и заботиться. Вот, вы должны выслушать меня до конца. Это первое, что нужно делать. Но самое главное, нужно делать то, что дает для этого силы. Потому что вы хотели мне сейчас сказать вторую часть вашей фразы, не дав мне договорить первую. Говорит, я стараюсь, но у меня нет сил все это терпеть. Вот силой терпеть дает Господь. Поэтому у человека всегда на первом месте должна с духовной жизнью стоять. А на втором месте личная. И он берет на себя столько ответственности за личную жизнь, сколько он тянет. Вот, допустим, вы чувствуете, не можете слишком близко с человеком находиться. Ну, чуть-чуть подальше находитесь. Может быть, вы не столько ему любви и ласки дадите. По крайней мере, вы не убьете отношения. Но люди хотят наслаждаться друг другом, поэтому они лезут в отношения все ближе, ближе. Знаете, как кошки снюхиваются? Они лезут, лезут друг другу. Сначала тыркают, дерутся. Потом у них любовь начинается постепенно. У людей примерно то же самое. Ну, то есть поймите, что эгоизм – это болезненная вещь. И отношения создают всегда болезненно. Есть два способа создавать отношения. Один плохой, другой хороший. Хороший способ – это мучить друг друга сначала, потом принять друг друга и остаться надолго вместе. Это ваш путь, ваш способ. Он хороший. Это называется благостный способ. Сначала я, потом нектар. Есть второй способ – опасный. Опасный способ. Это когда люди сходятся и вообще не мучают друг друга. Им с друг с другом хорошо. Сначала нектар, а потом неожиданно яд бьет по башке очень сильно, потому что он же копится внутри. Запас вот этого наслаждения друг другом очень большой. Люди наслаждаются какое-то время. И потом бабамс, они узнают, что эгоизм оказывается у близкого человека тоже есть. И он, эгоизм же никого не любит. Эгоизм всегда мучает другого человека. Всегда разрушает отношения, разрушает жизнь. Создает проблемы и страдания. И сначала нектар, а потом яд – это такой оглаушивающийся такой способ. Очень тяжелый влияние судьбы. Поэтому лучше сначала людям не слишком сближаться. Не нужно сначала половые отношения строить. Нужно сначала узнать друг друга, пообщаться, погулять друг с другом, прояснить отношения, создать какие-то сложные ситуации, чтобы к ним поругаться, выяснить отношения, помириться. И постепенно так люди могут сблизиться друг с другом и потом уже на основе разума создать семью. Но если так не получилось, а так бывает 90%, не получается. Потому что энергию влюбленности люди сами не могут сдерживать. Раньше это сдерживало общество. Понимаете? Раньше общество не давало людям раньше времени прыгать в постель. Старшие не разрешали. Они говорят, сначала общаемся друг с другом. Не разрешали сразу наслаждаться друг с другом. Это было запрещено. И поэтому всегда отношения только в одном ракурсе строились. За редким исключением. Эти исключения что означали всегда? Как вы думаете? Ну, означали, что кто-то пренебрегал волей старших. И люди встречались тайком, начинали вместе спать, а потом создавали семью. Это вот как раз и есть вот этот неправильный путь. Сначала нектар, потом яд. Поэтому это осуждалось обществом. Сейчас нет старших. Наши родители не старшие нам. Наставников у нас нет. Мы не знаем, как правильно. Мы просто начинаем жить, а потом пожинаем плоды. Люди сначала привязываются друг к другу. В этой привязанности растет эгоизм. Тает влюбленность. Когда влюбленность растаяла, что мы видим перед собой? Мы видим перед собой все проблемы человека, которые раньше не видели. Наступает шок. Человек начинает сильно страдать, мучиться. Зачем я с тобой связался? Но при этом уже не может отвязаться, потому что сильно привязанность. Люди начинают сильно страдать, мучиться, выть в личной жизни. Так что у вас хороший вариант, супер. Стройте отношения, это хороший человек. Развивайте отношения, не бросайте. Зачем вам оставаться одной? Через четыре года. Другой вариант похуже. Всегда, когда человек находит нового, то человек может быть лучше, но судьба с ним будет тяжелее. Каждый раз, когда человек не принимает то, что Бог ему дает, всегда человек может быть лучше. Если вы занимаетесь духовной практикой, человек будет лучше, но судьба с ним будет тяжелее. В следующий раз еще тяжелее судьба, а потом еще тяжелее. Поэтому лучше не бросать вообще никого никогда. Потому что дальше будет еще тяжелее. Потому что всегда, когда человек находит себе близкого человека, в отношения включается все его благочестие. А потом, когда судьба разрушается, благочестие становится меньше. Ну и, соответственно, и возможности меньше уже. Видите, она мне сейчас доказывает и себе, что им надо остаться вместе. Я же вам уже сказал, что это ваш человек, надо остаться вместе с ним. Это я вам доказываю. Спасибо вам за этот диалог. Микрофончик. К рту. Микрофончик. Включите, значит, тогда. Значит, батарейку надо поменять. Организаторы где есть у нас. Отдайте микрофон, там батарейка сила. У вас громкий голос, мы будем с вами общаться. Смотрите, вот эта идея о том, что с близким человеком в отношениях у меня должно быть счастье, он не должен меня раздражать, это и есть тот яд, который кусает за сердце каждого человека, не только вас, и меня, и всех остальных. Этот яд, он самый разрушительный по своей природе. Он всегда человека делает одиноким. Но есть исключение. Если человек всё-таки имеет силы внутри сказать себе, не обращая внимания на эту мечту и оставаясь с тем, кого Бог тебе дал, тогда в жизнь этого человека приходят награды и счастье. Понимаете, все виды ядов, которые связаны с мечтой самой разрушительной. Когда мотылек летит на свет, он точно в такой же мечте находится. И мотылеки в основном погибают от того, что обжигают все крылья. Когда рыбка хватает червячка, она тоже находится в такой же мечте и не замечает, как колет ей крючок. И она оказывается наружу. Точно так же оленя убивают с помощью мелодии хорошей, потому что ему нравится мечта, его находятся в слухе. У человека мечта находится в личной жизни. Именно там находится яд, который разрушает жизнь. Представьте, вы жили, у вас семья, есть дети. И тут появляется мечта. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась и глаз. Пелагея моя. У тебя уже семья, есть жена, двое детей. Олег Геннадьевич, поймите, я вам реальную историю рассказываю. Поймите, я в прошлой жизни с этим человеком был и в позапрошлой, и в позапозапрошлой. Мы с ним вечно связаны с судьбой. А с этой женой, со своей, с детьми, я только одну жизнь связан. Да кого мне выбирать? Представляете, вот эта мечта, какой она создает систему, что любая философия под нее подстраивается сразу. Хоть ты много жизни швёст, хоть немного, не имеет значения. Если человек получил вот этот вот нектар, что за нектар, давайте послушаем песню. Нектар, вот этот вот нектар, разрушающий жизнь. Я потом о нем вам еще расскажу побольше, потому что он всегда разрушает. Жизнь.